Давай, 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 Валерия! Все, давай, давай! Ти-и-и-и! Пошла! Спортсменка из Тимиртау Валерия Шамина открыла для себя новую страницу в своей спортивной карьере, получив лицензию на участие в пятых Всемирных играх кочевников. Валерия прошла отборочный турнир по масс-рестлингу, соревнуясь с сильнейшими спортсменами из различных уголков Казахстана. Я узнала от своих знакомых, что Татьяна Потемкина набирает команду для занятия новым видом спорта масс-рестлинг, то есть Таях Тарту, и пришла попробовать, и втянулась, и мне очень понравился этот вид спорта. Он азартный, он зрелищный, интересный, он с виду смотрится вроде как и несложный, но на самом деле, когда ты на помост садишься, это требует определенных качеств, таких как ловкость, быстрое умение сообразить, в какую сторону идти, ну и, конечно же, физическая подготовка здесь очень важна. Масс-рестлинг или Таях Тарту является силовым видом спорта, требующий стратегического мышления. Валерия продемонстрировала не только свою силу и выносливость, но и техническое мастерство, что позволило ей заслужить место в сборной Казахстана. За подготовку Валерии и ее команды отвечает шестикратная чемпионка мира Татьяна Потемкина. Она начала формировать команду еще в октябре 2023 года и продолжает активно тренировать спортсменов в небольшом помещении, расположенном в стрелковом тире Тимиртау. Ну, видно, судьба моя такая, начинать новый вид спорта. Когда-то я начинала женский гиревой спорт в Казахстане, стала первым международником и единственным в Казахстане на данный момент заслуженным мастером спорта среди женщин. Сейчас я развиваю национальный вид спорта, масс-рестлинг и тоже с нуля. Мы и моя команда, можно сказать, находимся у истоков развития этого нового национального вида спорта, очень зрелищного, перспективного вида спорта. Сейчас мы своими руками творим историю. Татьяна приглашает всех желающих присоединиться к секции масс-рестлинга, подчеркивая, что тренировки абсолютно бесплатные и открыты для спортсменов любого возраста. Мне нужна сильная, боеспособная команда, команда чемпионов. На меньшее я не согласна. Ведь Тимиртау во все времена славился своими спортсменами, чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Кто забыл об этом, пусть пройдет по аллее славы, спортивной славы в городе Тимиртау. Кстати, я там тоже есть. После участия в играх кочевников команда будет готовиться к чемпионату Республики Казахстан и затем к чемпионату мира, который пройдет в Бишкеке. Докжан Сагимбекова, Жахан Гирхуан Шпаев, новости Тимиртау.